Всем здарова, дорогие друзья! С вами снова Донни, и сегодня мы снова играем в GTA 5 RP на Аризоне. Ребята, ссылочка на проект, как всегда, есть в описании к этому ролику. Заходите, скачивайте игру. И также, ребята, при регистрации указывайте мой промокодик, который даёт вам очень приятные плюшки для старта игры на Аризоне. Итак, ребята, сегодня у меня очень большие планы, потому что, как вы знаете, буквально в прошлом видосе я купил себе, наконец-то, свой дом, свою квартиру. Да, я заплатил огромные бабки за эту хату, я переплатил, наверное, за покупку этого жилья раза в два, то и больше. Но, короче, в принципе, это не страшно, потому что самое главное, что теперь у меня есть своё жильё, и как бы в будущем можно уже, как бы, от него отталкиваться. К тому же, что, возможно, в будущем я смогу её, как бы, продать ещё дороже, чем я её купил. Поэтому, в принципе, это не беда, это не проблема. И да, ребят, я когда покупал квартиру, я внимания, как бы, не обратил, что здесь очень прикольно сделана система парковки, как бы, своего транспортного средства. Короче, гляньте, то есть, у меня на радаре отображается маркер. Этот маркер, это место расположения моей стоянки. То есть, смотрите, если мы нажимаем клавишу Tab, далее заходим в статистику, то здесь написан дом номер 176, и также к этому дому привязан гараж. Гараж номер 2860, то есть, вот гараж, паркинг 2860. Это просто на улице какое-то место. Если мы просто пройдёмся вот так вот по улице в этом месте, то здесь, например, опять, какой-то ещё паркинг 2861. Идём дальше, 2863, например. Напротив, видимо, здесь будет 2854. Здесь, наверное, будет ещё какой-то паркинг 2853. Короче, 2852. В общем, прикол в том-то, что, имея дом низкого класса, разумеется, гаража, как бы, у этого дома нет. Нет, но есть своё место на улице, где можно машину, как бы, запарковать, и можно, как бы, там её респануть. То есть, опять-таки, вот стоят машины. Вот, например, BMW стоит, да, номер 2867, и вот, как бы, стоит BMW на этом месте. То есть, прикольно сделано, то есть, получается, у домов, у которых нет своих парковочных мест, нет своего гаража, у них есть просто парковочное, да, такое вот место на улице. Это сделано реально классно. И да, ребята, разумеется, моя Camry 3.5, Camry 3.5, Camry, Camry 3.5. Я в комментариях прочитал, что вам очень понравилась эта Camry 3.5, прям вам она, вы её очень классно заценили, поэтому я очень рад, что вам понравилось. И вы также в комментариях мне написали то, что лучше, чтобы я оставил внешний тюн, поэтому, ребята, мы не будем продавать детали там, то есть, весы, спойлер мы снимать не будем. Мы оставим всё как есть, и, в принципе, смотрится машинка прям достойно. И, ребят, на Резоне вышло небольшое обновление, в котором у нас добавили новую тачку, новенькую BMW, которую сегодня я и хочу посмотреть. Яма Ламба, Яма Ламба, я такую Ламбу себе хочу купить в будущем. Так вот, добавили, получается, новую BMW, которую сегодня мы и посмотрим, и, ребят, также переработали Гелендваген. Конечно, я, ну, играю на Резоне не очень-то и давно, поэтому я ещё не все машины знаю. Чтобы рассказывать о Гелендвагене, нужно сначала было покататься на, как бы, старом Гелендвагене, а потом уже смотреть на то, что, как бы, с ними сделали. Поэтому о Гелике, по своему мнению, я, как бы, ничего не скажу толком. Но по поводу вот Бэхи Семёрки, ребят, новенькая Бэха Семёрка, я думаю, что по поводу неё я о чём-то скажу интересненько, потому что это новая тачка, которую сегодня мы и постараемся прощекать. Итак, ехать нам нужно, я так понимаю, что в автосалон эксклюзивного класса, типа самые-самые эксклюзивные тачки. Помню, что в первый день мы вместе с Кустом ещё когда катались, мы смотрели разные автосалоны и никак не могли найти реальные машины. И вот, оказалось, что здесь есть отдельный автосалон под премиум класс, поэтому Ямаль здесь ламба стоит. Короче, пацаны, я хочу развиваться на Резоне, поэтому я прям думаю, как бы, заработать. Если вы знаете быстрые пути, то в комментариях пока помогите, поскажите, потому что реально я хочу купить себе новую тачку. Новую там, ну, ламбу там и так далее, как можно скорее. Поэтому, если вы знаете все ваши способы, методы в комментариях, пока предлагайте. Итак, мы пока летим, и вот мы прибыли к автосалону. И, а, кстати говоря, вроде как, если не ошибаюсь, здесь далеко не все машины продаются, которые есть на Резоне. Поэтому сейчас мы это дело всё прочекаем, посмотрим. Так, заходим ещё быстренько мы в автосалон. Давайте посмотрим, что же у нас здесь есть по ассортименту. Итак, во-первых, ребята, обалденный додж. Я такой себе додж хочу купить в будущем, но, ребят, денег, конечно, стоит очень дорого. Так, листаем дальше. Ламба, 12 мультов. Вы видите, просто ламба. Это тем более, это знаете что? Это же не обычный уракан. Это же вроде как... Хотя обвес такие странные. То есть, короче, я просто знаю ламборгини уракан. И вроде как этот, это ламба. Я так понимаю, что это какая-то либо, ну, реальная СТО, либо какая-то ещё. Я просто, ну, не знаю. Так, что ещё? Гелик. Вот, ребят, новый Гелик, который добавили. На самом деле, я бы хотел бы тест-драйв... Да, можно, ребят, тест-драйв провести. Давайте мы проведём тест-драйв на Гелике сейчас. Его доработали, переработали. Но, в принципе, я его, опять-таки, я его не видел до обновления. Но... А, здесь даже прикол, смотрите. Здесь в тест-драйве, как бы, боты на улицах катаются. Серьёзно? Серьёзно? Я бы там не знал. Ема чётко. То есть, на рейдже сделали так, что... Вот знаете, что я подумал? Было бы реально очень классно, если бы разработчики... Какой-нибудь разработчик на рейдже сделал бы трафик в городе, например. Это же реально было бы круто. Конечно, было бы нон-РП, я понимаю. Но, блин, просто было бы реально классно. Итак, ребята, Гелик, который переработали. Но, в принципе, опять-таки, я его не знаю, каким он был до переработки. Но просто хотелось бы его посмотреть, почекать для, возможно, будущей покупки. Поэтому... Но он шустрый. Он стойкий, он шустрый очень, на самом деле. Поэтому прям 160 уже выжимает на изи. Камри, ребята, выжимает намного медленнее. Поэтому... Так, тапку в пол нажимаем. Поехали. 120, 130, 140, 150. Давай-давай, 160, 170, 180, 190, 200. Уже идёт у меня Геллендваген. 220. Ема, конечно, можно было без ботов ехать. Ну, чтобы было всё по красоте. Но в Ямане трафик-то очень плотный, на самом деле. Машин дофига. Просто гляньте, сколько есть ботов. Обалдеть. 240 она выжимает прям на изи, короче говоря. То есть, опять-таки, даже учитывая то, что здесь есть трафик, я еду 240 на изи, я вылетел через Лабаш. Был хороший тест-драйв. Поэтому, допустим, хорошо. Но мне интересно... Вы умираете? Этот мир слишком жесток. Смерть наступит... Не-не, подожди, подожди. Какой... Какая смерть? Я ещё не посмотр... Я же просто через Лабаш вылетел. Ну, в смысле, конечно, не просто. Но я же вылетел, как бы, не для этого. А в чём прикол? Гляньте, короче, смотрите. Стоит BMW, максималка 200. А у... В смысле, М8, максималка 200. А у пятёрки, максималка 328. Чего, блин? Я хочу выйти из автосалона. Вы умираете, в смысле? Я... Не-не, да что это? А чё? А как это сработало так неудачно? Я не понял. У меня как бы... Ну, я умер, типа, но я не умер. А как... А как мне нажать, типа, нет? То, что я не хочу... Или хочу вызвать спасение. Как это сделать? А, нет, не хочу вызвать спасение. Так, ребята, короче, я перезашёл, потому что так будет проще. И к тому же, это реально очень странно, что я умер в тест-драйве. Надеюсь, что этого больше не будет. Но самое главное, что прямо сейчас я пойду обратно. И, надеюсь, там я найду ту самую новую BMW 7 серии, которую добавили. И которую я, возможно, сегодня куплю. Если она стоит, конечно, не очень дорого. И вот в идеале, чтобы тачка стоила до 7 мультов. То, конечно, в принципе, маловероятно. Учитывая то, что здесь самая дешёвая машина стоит 7 мультов. Но посмотрим. Посмотрим. Вообще, по-хорошему, я думаю, что даже было бы интересно посмотреть все тачки, которые есть на Аризоне. Именно которые вот аддоны. Потому что я их ещё не смотрел. Я их не тестировал. Это реально было бы интересно сделать. Так, но сначала я хочу найти BMW. Ту самую BMW, которую добавили в 7 серии. Так, это восьмёрка. Это пятёрка. Икс пятая, кстати. Е-63. Блин, я такую себе Е-шку бы взял, на самом деле. И стоит 6600, кстати говоря. Можно взять такую себе Е-шку, на самом деле. Прикольная тачка. Так, импреза. Форт Раптор. Лансер. Фантом 24 мульта. Так, вантаж. Турбо-С. РС седьмая Ауди. И вот, ребята, новенькая BMW 750. На самом деле, что-то странно. Потому что, вроде как, в группе было написано, что добавили 760-ю. А это, как бы, 750-я. Или что-то здесь ещё какая-то BMW, что ли, есть. Нет, больше нету, вроде бы, BMW никаких. Да, нет, нету больше BMW. Как-то странно максимально. Потому что, ну, вот та самая Бэха, которая новая. Да, где она была? Сейчас я найду опять. Вот она. Но в группе было написано, что добавили не 750-ю, а 760-ю BMW. Давайте мы сделаем тест-драйв. А, потому что, в принципе, максималка 270. Как бы, это прикольно. Так, тест-драйв, конечно, машина дорогая. Стоит аж 12 миллионов рублей. Но, я думаю, что, в принципе, деньги эти можно заработать когда-нибудь. Когда-нибудь. Когда, не знаю. Так, ну, огромные ноздри BMW, конечно. Очень огромные ноздри. Но прикольненький салон, на самом деле. И, в целом, тачка смотрится неплохо, я вам скажу. Она шустрая. Она шустрее, чем гелик, вроде как, если я не ошибаюсь. Офигенная панорамная крыша. Просто очень классная панорамная крыша. Вот, смотрите, обалденно смотрится. Это, наверное, даже люк. И для водителя, получается, панорама. И для сзади, кто сидит, тоже панорама. Смотрится максимально прикольно. Еще бы, конечно, затонировать бы в ноли. Было бы очень классно. Но, в целом, я скажу, что, ну, блин. Прикольненькая BMW. Опять-таки, на самом деле, вот физик автомобилей, вот, на резоне, она отличается от других проектов. Я уже это смог потестировать. И здесь она приятная. Потому что машины, они прям, ну, вот, цепляются в дорогу. И это очень круто. Конечно, наваливаем по-жесткому. Так, минус BMW, так понимаю, да? Или что? Или все более-менее пока? Пока более-менее. Окей, хорошо. Но, ребят, мы все-все понимаем. Новенькая BMW, которую мы сегодня потестировали, посмотрели. Это хорошо, но я бы хотел потестировать Ешку. Потому что я так подумал. Я прям загорелся тем, чтобы купить себе Ешку. Конечно, Х5 еще прикольная тема. Но, ребята, Ешка. А если сравнить Х5 и Ешку. Х5 максималка 200. Даже 196 максималка у Х5. У Ешки 228. 228, ну, понимаете. Торможение, конечно, ну, в принципе, нормальное. Сцепление нормальное. Но прикол в том, я не понимаю, почему BMW такая быстрая. Гляньте, М5 328 км в час. У Ешки максималка 228. На 100 км М5 быстрее. Почему? Как это возможно? А как... Давайте мы ее сравним просто. Давайте мы сделаем тест-драйв. Потому что реально BMW на 100 км в час быстрее, чем Ешка. Это, ну, это очень странно, ребята. Это очень странно. Спасибо за тест-драйв. А как мне это... А мне машину забыли в тест-драйв выдать. А можно я машину в тест-драйв возьму? Так, все, ребят. Вот BMW. Давайте мы сделаем фиолетового цвета. Вай. Все, делаем тест-драйв. И, надеюсь, сейчас они мне ее дадут. Потому что как-то... Сейчас я просто находил тест-драйв, и там не было машины. А я не понял, а что? А мне М5 на тест-драйв не дают? Что за бред? А вот появилась. Спустя какое-то время. Опять обман, смотрите. А, что, в смысле? И опять-таки, смотрите. Я беру фиолетовую тачку, а на тест-драйве она розовая. Видели, да? То есть, опять-таки, прикол. Такая же ситуация у меня была с минивенчиком. Когда я покупал его фиолетового цвета, она стала розовая. Это было очень странно. Итак, Бэха. Ну, давай покажи себе, что же такая ты быстрая в стоке. 328 для Бэхи в стоке как бы это очень сильно. Так, 200. 240. 250. Ну да, она быстрая. 260 просто по городу, ребят. 200. А, вой-вой-вой-вой-вой. Понимаю, разложился. Ребята, что вам нравится больше? БМВ М5 или же Е63? Вот реально, было бы интересно ваше мнение узнать. Но просто 200 мы идем. 220, 200. Ну, по городу как бы, ну, такое себе. Не супер быстро, но, в принципе, 270. Ну, в стоке по городу неплохо. Ну, вопрос, почему Ешка? Давайте мы Ешку проверим. Просто реально Ешка такая медленная. Ну, просто, просто 260, как бы, мы выжили на БМВ вообще без проблем. Абсолютно получается. Вот. Ну, а если мы сейчас Ешку проверим? Давайте мы возьмем ее желтого, подпожим цвета, сделаем тест-драйв без ботов. Ешка как бы, она и дешевле получается. Но, очень странно, что на 100 км в час она медленнее, чем БМВ. Так, все, ребята, Ешка. Да почему она, почему голубая брала ее желтого цвета? Так, поехали. Замерим сейчас Ешку. Так, ну, разгон до 100-ки такой же плюс-минус. Так, ну-ка, ну-ка, 200. Ну, в смысле, 180. Ну, да, здесь БЭХа уже ехала 200. Хотя, не. Не-не, смотрите. Заявлено у Ешки 228. Она уже 200... 270 уже почти выжила. Серьезно? 270 было, ребята. То есть, то ли паспорт врет, то ли что. Ну, 200... 300! В смысле? 300 уже идем почти. Было 300, видели, то есть, ну, там, плюс-минус, как бы, на кочке. У БЭХи такого не было. Умеренно заявлена скорость меньше, но умеренно почему-то едет, как бы, ну, быстрее. А у БМВ, короче, я не знаю, что-то такое. Может быть, это какие-то недоработки, но просто очень странно, ребята. Очень-очень странно. Короче, окей. Будем думать. Возможно, я себе куплю Ешку в следующем видосике. Посмотрим, потому что реально очень хотелось бы взять себе Ешку такую классненькую. Там, я знаю, типа, желтого цвета, например. Так вот, распишите, что вам нравится больше, Ешка или же М5. Потому что, как по мне, эта машина прикольная, но как-то с Ешкой что-то очень странное. Потому что реально у Ешки максималка заявлена очень маленькая. Но по факту она едет реально хорошо. Либо ставьте лайк, усики. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok